Друзья, здравствуйте! Семнадцатого номера был потенциальный голливуд. Другое дело, что пока это не приводит к бросковству. Лишка не получается подкидкой, но шайба все равно дошла до Демченко, и он смог ее забрать. Держний блок делает пас вперед. Подмещение защитника Чуркин низом. Демченко не фиксирует шайбу. Еще один бросок это был Моисеев. Вот, пожалуй, это уже куда более опасная ситуация. В зоне атаки именно с контролем шайбы, но пока получается с трудом. Бросок вверх, перекладина. Очень близко к голу. В этой ситуации отвечаем Александра Жабреева. И, кстати, возможно, вообще это первая смена у него в сегодняшнем матче. Шайба за пределы или с удалением. Может, даже и с голом вот в этой атаке. Прострел, добивание и реально гол. 1-0 забивает Адмирал. Вот тот самый прострел Берлева. И шайба очень удачно отскочила на Фьоры. При том, что классно сыграл еще и Горшков, который утянул за собой как защитника, так и одного из нападающих, именно Пашивалова. Ну, а Ярош пытался, видимо, тут линию для пас переглить. В результате Фьора был один и забил. На Синиш с Адмиралов. И Об各ц desses пригодится пока не бросает. В отличие от Бучейнникова, но к Витрюбову тяжело. Видно, что он не то, что рисковал, но, наверное, выбрал самое правое. С возвращением Шулок и теперь Адмиралов. Есть защитники на синюю линию вообще для двух бригад. И Соловьев, и Шулок. И я бы даже сказал, что они в какой-то степени похожи вот в этом отношении. Умячивается голом. Адмирал. Тоже хорошо обороняется. Бросок в дальний угол. Гол. Очень быстро Северсталь реализует большинство. Один на один. Забивает мишка впервые за четыре матча. Смотрим за этим быстрым проходом нейтральной зоны. При поддержке в том числе и Аймульзина. И вот так здорово был отскок произведен для Алишки. Ну и попал реально в дальний угол. Наверное, волнами играли. И как-то получалось то очень хорошо, то не очень. Ищем, наверное, какие-то лишние передачи. Но надо побольше нацелиться на ворот. И, как видно, она залетает. И поэтому обидно пропустили. Но отыгрались. И второй период будем совсем приемлем. Шен. В обратную сторону. Передача, она прошла в итоге на Завгороднего. Как же здорово вывернул сейчас все Павел Шен. Еще здесь перехват совершил. Вот такая классная смена. Левым шертом перекрыл. Метальников по центру ворот. Шайбы долетают до вратаря. Позади ровно три минуты. Еще раз метальников верхом. Вот это, кажется, было опаснее. По значению Барберио с кистей резко доводит Шайбу до Демченко. Но, опять же, пускай бросил в целом неплохо. Но никто не мешал вратарю в момент броска. Аймурзин катил в ее сторону. Пас вперед. Пилипенко в центр. Здорово играет Северсталь. Аймурзин добивания нет. А вот теперь и есть. Но все равно. Все тащит Демченко. Пространства, конечно, было очень мало. Наверное, шанс Аймурзина был на Ибуринов. Степанов под себя. Красиво бросает. Все очень так эстетично. Но в результате с Шайбой тут прям по центру ворот. А там Демченко. Он к этому как раз готов. Ильин поднимает Шайбу от Ярша. Делает пас вперед. Лишко выкатывается. Бросает низом два раза подряд, но не забивая. И после этого Адмирал в очередной раз выбрасывает Шайбу за ворот Шугаев. Но, опять же, она редко доходит до Демченко. Здесь дошла. И какой момент? Нет гола. Как? Фантастика. Но Скоринов сделал все для того, чтобы Шайба оказалась за линией. Теперь уже вбрасывание будет возле ворот Шугаева. Невероятный момент. И самое главное, что самостоятельно его себе смог создать 12-й номер. А, пересекла. Смотрите-ка, да, это гол. Скоринов забирает. Уходит от борта сразу от двух соперников. От Соловьева еще и, по идее, там Горшков тоже мог его накрывать. Но все равно Скоринов смог пройти. И вот здесь завернул Шайбу в ворота. Вроде бы все перекрыл Демченко, но она все равно прошла. Да, скорее всего, и Батуллин выносил ее уже из ворот. И вот здесь все. И вот здесь, что там команда уйдет на первый и второй. От сколько за себя встали. Вот он шанс передачи. И мог забивать Степанов. Не постеснялся сделать эту передачу нападающий Яйванцов. И Егор Степанов был, в принципе, в хорошей позиции для броска. На противоположный борт Скоринов налево. И вот теперь Барберио заряжает. Кстати, близко, очень близко. Даже по идее Ситку колокнул. Но с внешней стороны. И в итоге этот период заканчивается победой Северстали со счетом. Ну, пропустили гол ненужный. Отобронялись в меньшинстве хорошо. Были свои моменты, не забили. Пропустили там, допустили одну ошибку. Ну, даже не ошибка там. Леха подскользнулся и получили гол. Ну, а так, в принципе, равная игра. И свои моменты не реализуем. Есть 20 минут, надо играть до конца. И только на победу. Продолжается борьба. Адмирал цепляет за шайбу, но вывести ее из зоны не получается. Коростелев в центр. Есть пространство, есть время у Ришки. Но Демченко выручает. Неужели не прижал? Где она? А она за мратарем. И здесь Корбит и все остальные. Вся пятерка буквально в воротах лежит. Только для того, чтобы шайба не попала туда. Да, она не была прижата. Классный пас Коростелеву. Очень своевременный, но и сам он при этом пошел до конца. Это тоже важно. Прежде всего, наверное, Корбитом был тем, кто помог. Да, старались всеми, но уже без атаки. А это Пилипенко в дальний угол. Сильно, но на месте Демченко. Сыграли команды ровно четыре минуты. Почерплю, что это сделает, конечно. Демченко. Абросимов играет активно. Перехват. Абросимов идет на ворота и бросает. Возможно, там шайба вскоре так проскочила. И скорее просто обрезала щиток голкипера Адмирала. Но все равно еще и форвардов трое. И защитник только один. Это Барберио. Пас вперед. Бросок с неудобной. На месте Шугаев. Вот так задел шайбу. Видимо, правым плечом. Дальше пять на пять. Да, не бросок переправления. Еще одно добивание. Гол. 3-1 в пользу Северстали. Бросок с неудобной. Бросок с неудобной. Прямо хоровод пошел вокруг этого Рысенка. Забавно. Пятый гол подшивалова в текущем сезоне. Абсолютно все он забил при игре в равных составах. Во-первых, была бросковая попытка. Далее перевол шайбу на синюю линию. Очень грамотно нашел линию для этого броска. Его партнер, защитник Глеб Иванов. И уже после этого с неудобной бросил подшивалов. Внимание! После видеопросмотра определено. Перед взятием ворот было положение вне игры. Глоба нет. За Адмирала. И прежде всего именно Панкратов постарался. Кстати, на льду шу. Да, он бросал. Берлев играет справа. Так, а Медвели это пока непонятно. Вроде бы те судьи, которые в кадре это не показывают. Вращается очень активно в оборону. Но Ильин так спокойно катил и все равно отобрал. Аймурзин, Пилипенко вытаскивает бросок Демченко. Как же классно здесь сыграла Северсталь. Все нападающие звена Аймурзина в корости. Но все равно все играют четко. Каждый понимает, кто где должен находиться. И вот такие моменты возникают. Это уже лишка после передачи обросимого от лицевого борта. Так что это сейф голкипера. Но не Северстали, а Адмирал. Соответственно, успевает ли Скоринов. Да, забирает шайбу. Пытается уйти. Отзыв Городнева с неудобной. И он забивает. 3-1. Это дубль Александра Скоринова. Победный дубль Александра Скоринова. Ведь не зря я говорил о том, что у него 2 победных гола. Благодаря этой виктории набирает еще 2 очка. И плотную приближается к ЦСКА. При равном количестве матчей разрыв составляет всего 2 балла. Всего 2. Между ЦСКА и Северстали. Это шестая и седьмая команда западной конференции соответственно. За счет командных действий, да, вы правы. То, что команда Адмирала, она традиционно действует хорошо в обороне, на контратаках. Очень сложно взломать эту оборону. Но у нас сегодня получилось за счет, опять же, командных действий. Прежде всего, не получилось немножко у нас в реализации моментов. Игра в большинстве у нас не получилась. И, в принципе, в целом игра в атаке. Не так мы хорошо глядели в атаке. Не так много создали боевых моментов.